Не менее. Не менее. Действительно, мы имеем дело с инновационной транспортной системой, мы имеем дело с инновационной методикой выведения данной транспортной системы на международный рынок. То есть у нас здесь есть две составляющие – инновации и инвестиции. Об этом мы с вами и будем говорить. Ну и хотелось бы, наверное, сегодня достаточно в краткой форме дать вам информацию касаемо развития самой технологии и вкратце поговорить о тех инвестиционных возможностях, которые предлагает своим партнерам компания Skyway Capital и, возможно, в более активном режиме интерактивно с вами пообщаться. Давайте так. Мы говорим с вами о технологии Skyway, которая в первую очередь имеет отношение к транспортной технологии. То есть тяжелая промышленная инновация, которую мы сегодня выводим на международный рынок. Ну и, конечно, у нас речь идет еще о создании так называемых ленин и городов, инфраструктуру которых легко интегрировать и тот транспорт, о котором мы с вами будем говорить. Немножко посмотрим ролики, видео, посмотрим фотографии того, что мы построили на сегодняшний день. То есть это все будет сказано в нашем вебинаре. Транспортные системы, которые мы с вами сегодня используем, я думаю, большинство со мной согласится. Основные из них это четыре. Это рельсовый транспорт, железнодорожный транспорт, да, это автомобильный транспорт, который, скажем так, немножко помоложе, чем железнодорожный, это воздушный, который еще моложе, да, и это водный транспорт, который люди используют уже нескольких тысячелетий. Если мы окунемся в историю, то есть на судах наши предки плавали достаточно давно, начиная с небольших по рекам, озерам и заканчивая более-менее крупных размеров, да, когда они путешествовали между континентами, открывали новые земли и так далее. Вот я бы хотел вам задать вопрос, чтобы вы оценили по пятибалльной системе, например, с точки зрения экологии, можно ли те транспортные системы, четыре, да, автомобильные, железнодорожные, авиационные, водные назвать экологически чистыми. Вот по пятибалльной системе, какую бы вы поставили оценку с точки зрения экологии этим транспортным системам, вот, по моим это где-то 1-2, да. В последнее время появляются, скажем так, все более, наверное, экономичные двигатели, которые съедают меньше топлива, да, и оно лучше прогорает, двигатели внутреннего сгорания, осуществляется меньше выбросов атмосферы, но, тем не менее, все равно это происходит. Количество автомобилей, количество транспортных средств, которые используют технологию, скажем так, пережигания, будто дизельного топлива, либо бензинного топлива, их становится все больше и больше. Экология крупных городов, в которых все большее количество людей оживает, да, потому что мы видим тенденцию перемещения людей из сельских районов в городские. То есть экология становится все хуже и хуже. Соответственно, растет количество заболеваний, которые, например, 50-100 лет назад еще, наверное, человечество не знало, да, и сейчас появляются новые виды различных аллергий, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вторая причина этому – это развитие современной индустрии, ну, во всех направлениях, не только касаемо транспорта, скажем так, но и, возможно, огромное количество еще заболеваний возникает от того, что мы с вами имеем под рукой теперь интернет, да, и для того, чтобы, скажем, что-то приобрести, отправить там деньги с одного счета на другой, отправить какие-то информационные сообщения, не телеграмма, а теперь легко можно зайти в свой смартфон, нажать кнопку. Мы становимся менее подвижны, чем это было, там, сто лет назад, да, соответственно, мы опять получаем целый кучок заболеваний, вот, низкой подвижности, там, и так далее, и так далее, и так далее. Мы все больше, скажем так, втыкаем свои глаза в экраны мониторов, от этого возникает еще целый ряд проблем. Ну, ладно, и так экология, да, то есть никто из вас не оценив, но по моим оценкам, скажем так, экологичность современных транспортных средств, она где-то на уровне двойки по пятибалльной системе. Далее, можно ли назвать сегодняшние транспортные системы абсолютно мобильными? По моему зрению, да, с моей точки зрения, это тоже нельзя, скажем так, оценить выше двойки, потому что, как правило, опять же, мы коснемся проблемы крупных городов, да, вот опять, если вы поставите по пятибалльной системе с точки зрения мобильности, да, в крупных городах, особенно, скажем так, с проблемами касаемых климата, какие-то природные явления, сильные дожди, снегопады, кстати, к природным явлениям, наверное, можно отнести пятничный выезд на дачу. То, что вот скоро начнется в крупных городах, ну, по крайней мере, Российской Федерации, еще целого ряда стран, СНГ, я знаю, да, там, где люди имеют дачи, часто транспорт, скажем так, перемещается медленнее, чем идет пешеход, я это вижу частенько, вот, мало того, есть еще такая тема комфорта, помимо мобильности, да, вот я, например, жил в Подмосковье, и, наверное, я затрудняюсь назвать хотя бы один день, когда бы я ехал с полным комфортом из области на работу, да, у меня, как бы, два вида транспорта, это электричка и метро, везде приходится терпеть свои какие-то, какие-то неудобства. Духато, тесно, людей, едущие с комфортом, сидящих на сидениях, которые есть транспортных средств, электричка, метро, то есть их по отношению к тем, кто стоит, скажем так, и жмется возле дверей, там, в тамбрах и так далее, гораздо меньше. То есть комфортным назвать нельзя. Мы продолжаем терять время, скажем так, в очередях для того, чтобы осуществить перелет из точки А в точку Б, да, невзирая на то, что мы зарегистрируемся в интернете. И очень важный момент, наверное, который сегодня стоит обратить внимание, один из главных аспектов, скажем так, серьезных параметров транспортных систем, о которых мы с вами говорим и имеем, это безопасность, да, вот, с точки зрения безопасности, опять же, по пятибалльной системе, это где-то единичка-двойка. Вот, почему? Потому что ежегодно, и вы наверняка видели последнее интервью Анатолия Даровича Министского, я сейчас даже скопирую вам ссылочку и брошу сюда в чат нашего вебинара, да, буквально секунду, в последнем интервью, которое записано, даже не интервью, наверное, а представление технологии Анатолия Даровича Министского, который вышел у нас в свет в конце прошлой недели, говорится о том, что до полутора миллиона человек в среднем, бывает даже в год, да, какой-то там, год на год не приходится, когда-то меньше, когда-то больше, погибает в различных авариях, катастрофах, то есть мы подразумеваем под словом авария, это просто, когда сталкиваются транспортные средства, но вы знаете, очень много пешеходов попадает на подколеса транспортных средств, потому что у нас весь транспорт, так же, как и пешеходы, находится на поверхности земли. Технология, о которой мы с вами сегодня будем говорить, как раз это и решает очень важный вопрос безопасности, то есть там на целый порядок выше, чем, например, у современного автомобиля. Ну и, конечно же, стоимость транспортных услуг, будь то для перевозки пассажиров, будь то, скажем так, для перевозки грузов, из года в год у нас дорожает. Соответственно, я вот не могу вспомнить, да за последние, наверное, 10-15 лет, скажем так, осознанной жизни транспортные услуги только дорожат. Мне почему-то не пришлось видеть за это время, что что-то стало дешевле. Итак, друзья, то есть если мы с вами ничего не изменим, да, то мы можем прийти к той ситуации, что через 10-15 лет придется сходить в противогазах, вот в таком смоге, да, это то, к чему мы с вами двигаемся, если ничего не будем менять. То есть мы за это платим, кстати, деньги, да, потому что перемещаемся в этом транспорте, вот, мы тратим время, мы теряем здоровье, что самое страшное. И, как говорит Анатолий Дарович Юницкий, с момента запуска нашего проекта было видео, наверняка его смотрели, что еще там 2-3 поколения, если мы ничего не изменим, то, скажем так, будет уже поздно. Давно о том, что транспортные системы несовершенны, Анатолий Дарович Юницкий задумался еще, скажем так, в молодые годы, обучая школе. Вот, и с тех пор он более 40 лет уже посвятил разработке, скажем так, системы неракетного освоения космоса, частью которой является струнный транспорт Юницкого, да, то есть технология Skyway, о которой мы с вами говорим, начинается с 14-го года. До этого технология называлась струнной технологией. Анатолий Дарович Юницкий имеет три высших образования, одно из них инженер транспорта, первое, да, второе, это проектирование и строительство высотных зданий инфраструктурных сооружений и патентное право изобретательства. То есть все эти, скажем так, образования он сегодня использует в реализации технологии под названием Skyway. У него более 150 собретений, более 200 научных работ. У него порядка 20 монографий, с которыми можно ознакомиться на сайте www.unisky.com, где огромный пласт информации, как по технологии, да, скажем так, дифференциальных уравнений различных, да, так и о самом авторе струнных технологий, генеральном конструкторе Skyway Анатолий Дарович Юницкий. То есть все это вы можете найти на его сайте, как он называет, сайт инженера Юницкого. Как я уже говорил, да, то есть технологии разрабатываются на протяжении 42 лет, где-то с 77-го года, первые пару десятилетий, да, может даже чуть больше, попытки создания транспортных средств Skyway делались на основе финансирования. Тогда было только государственное финансирование, либо попытки найти деньги уже, когда Россия стала независимым государством людей, имеющих отношение к бизнесу, да, но они, как правило, заканчивались ничем, заканчивались, скажем так, длительными разговорами. Хотя были в развитии технологии свои, скажем так, позитивные моменты, например, полигон в подмосковном городе Озера, где была продемонстрирована технология, да, где, скажем так, ну, наверное, был включен зеленый свет, и огромное количество людей познакомились с потенциально новой системой, транспортной системой, которая разрабатывает, скажем так, российский, белорусский, советский, да, еще можно сказать, ученый, инженер, конструктор Анатолий Дарович Юницкий. Ну, я буквально 30 секунд займу Вашего времени, хочу показать, как выглядела технология струнного транспорта в начале нашего тысячелетия, да, то есть, что было продемонстрировано на подмосковной полевой базе. 150-метровый участок струнной дороги испытывают на прочность тяжелым грузовиком. Вместо привычных колес живут на стиле специальные шасси двумя ребордами. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. От струны, чтобы убедить в безопасности конструкции, становятся автор проекта Анатолий Юницкий. Струн это очень любая система. Доказатель 2. Внутри тонких рельс-струн натянуты тросы. Восемь 12 тонн. В первом дне в струнный автомобиль управляет испытатель Виктор Крыженецкий. На случай электронной лукавки 2-7-метровой высоты он пристегивает себя к страхующему палу. Испытатель жмет на газ и грузовик снова и снова сбирается на эстакаду. Кроме испытаний, различно. Итак, друзья, так выглядит струнный транспорт в начале нашего тысячелетия. То, что было в подмосковном городе Озеры. И на сегодняшний день данное транспортное средство, которое сбиралось по 170-метровой стальной эстакаде, стоит у нас как памятник струнной технологии, можно сказать, первого-второго поколения, которое было разработано Анатолий Юницкий в начале нашего века. Сейчас все изменилось совершенно. То есть мы говорим о том, что данная технология разрабатывалась для того, чтобы строить вот такие города. Города пластырного типа, где люди смогут жить на лоне природы. В своих, скажем так, 1-2-3-этажных коттеджах, 5 минутах ходьбы. От домов у них будет находиться транспорт комфортный, высокоскоростной. Стоимость проезда в данном транспорте значительно ниже, потому что создание, скажем так, самой путевой структуры, строительства, эксплуатации данного вида транспортной системы под названием SkyWay в разы и на порядке дешевле, чем строительство автомобильных дорог, высокоскоростных железнодорожных магистралей. Просто строительство железных дорог, традиционных, к которым мы с вами привыкли, и которые, скажем так, людям служат уже порядка 200 лет. То есть важно понимать следующее, что транспортная система под названием SkyWay – это система второго уровня. То есть путевая структура поднята над землей. Это два струнных рельса, очень прочных, гладких, скажем так, без температурных швов. Это предварительно напряженная путевая структура. И высота этой путевой структуры может составлять от нескольких десятков сантиметров до нескольких десятков, даже может быть сотен метров, да, если путевая структура городского транспорта будет располагаться между теми самыми зданиями, высотными, да, которые находятся в линейных городах. Важно понимать следующее, что путевая структура, например, городского исполнения транспорта SkyWay может сегодня легко встраиваться в уже, скажем так, сложную инфраструктуру многих городов. Ну, наверное, конечно, в первую очередь те городов, где достаточно широкие улицы, но тем не менее, да. Важно понимать, что благодаря концепции струнного транспорта скорость городского транспорта в черте города, там, в ближайшем пригороде может достигать от 50 до 150 километров в час по мере необходимости. И количество пассажиров на одной транспортном плече, на одном транспортном плече, может составлять в час перевезенных от 20, в зависимости от транспортного средства, до 50 тысяч. Да, и строительство данной, скажем так, путевой структуры и всего, что с этим связано, в 20-30 раз решение, чем строительство подземного метро, которое сегодня активно развивается, например, в московском регионе. Международный междугородний SkyWay сможет разгоняться до скорости 500-600 километров в час, об этом мы сегодня заявляем напрямую, и такие расстояния, как 700-800 километров между такими городами, Москва, Казань, Москва, Белгород, Москва, Санкт-Петербург, Москва, Минск, можно будет преодолевать в среднем где-то за 2 часа, ну, с условием, с тем, что нам придется где-то останавливаться, высоко пассажиров и так далее, и так далее. Это быстрее, нагло заявляю, чем сегодня лететь самолетом. При условии, что данные дороги будут построены. SkyWay себя представляет три, наверное, составляющие, это инновационная путевая структура, которая поднята на землю, как я вам говорил, она может быть, сегодня мы имеем несколько видов путевых структур, об этом мы впереди буквально два слова скажем, это инновационный подвижной состав, где стальное колесо катится по стальным рельсам, каждое транспортное средство имеет, скажем так, противосходную систему, не позволяющую сойти с рельса, либо там покачнуться, либо перевернуться. Данный транспорт можно отнести к категории всепогодных транспортов, потому что такие явления, как сильный снегопад, сильные дожди, даже вплоть до обледенения никак не будут сказываться на перемещении транспорта, что, кстати, было доказано, когда был полигон в озерах, специально намораживалось до 5 см льда на металлическую путевую структуру, и транспортные средства, которые увидели, с легкостью выдавливало этот лед и перемещалось в путевой структуре. И, конечно же, к Skyway относится инновационная инфраструктура, то есть это здание вокзалов, здание, скажем так, подружно-разгрузочных терминалов, что касается грузового Skyway, потенциально который сможет перемещаться со скоростью до 120-150 км в час. Вот это здание, скажем так, вокзалов, пересадочных пунктов и так далее. Проект активно и успешно стал развиваться, начиная где-то с 2014 года, когда была выбрана методика привлечения финансирования для строительства тестового участка, ну, можно сказать, не то чтобы подобного, но тем не менее, какой был в Московом городе Озера, да, то есть нужен участок места, на котором можно было демонстрировать, что из себя представляет путевую структуру Skyway, что из себя представляет сама технология, да, что из себя представляет транспортные средства, сертифицировать все это и выйти уже на строительство заказов дорог по технологии Skyway в разных уголках земного шара. Был разработан 15-этапный план, который как раз-таки подразумевает, да, это проектирование полигона, как мы тогда бы называли, строительство, демонстрация того, что было построено, сертификация внедрения технологий, да, то есть 15 этапов подразумевает определенное количество работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы приблизить момент реализации технологии, и на каждый из этих этапов необходимо определенное финансирование, то есть все достаточно четко было просчитано, и в среднем от 300 до 350 миллионов долларов цифра колебалась, там, порядка 330-350 миллионов, необходимо было привлечь, и было принято решение привлекать деньги посредством народного инвестирования, то есть после того, как была оценена технология интеллектуальной собственности Анатолия Дарочевницкого в сумму больше 400 миллиардов долларов США, было принято решение предложить обычным физическим лицам, обычным людям в разных уголках земного шара становиться собственными технологиями, выкупать доли компании. За номинал одна доля была взята 1 доллар США, соответственно, 400 с лишним миллиардов долей было выпущено, и люди на выгодных условиях с достаточно высоким уровнем доходности, либо с высоким дисконтом, отличие стоимости доли от номинала, стали приобретать пакеты долей. Таким образом, пришли первые инвестиции в январе 2014 года, тогда был самый высокий дисконт, тогда был, скажем так, самый высокий уровень доходности, потому что это было самое, наверное, высоко рискованное время, потому что были документы, были, скажем так, свидетельства и экспертизы, скажем так, тех структур, имеющие отношение к целому ряду институтов транспорта, имеющие прямое отношение к транспортной отрасли на территории Российской Федерации, что да, данные технологии перспективны, эффективны, это было все выдано во время существования полигона в озерах, и, наверное, те люди, которые пришли на первом этапе развития технологий, они, конечно, больше всех рисковали. Соответственно, уровень доходности для него максимальный. При выполнении определенного количества работы, приближения, скажем так, технологий к моменту реализации, уровень риска, степень риска становилась еще меньше, потому что было что показать. Ну а само строительство, скажем так, того участка, который сегодня у нас называется Центр сертификат, стандартизация, демонстрация, Skyway, либо Экотехнопарк, началось в 2015 году. Когда-то было выпущено видео в 2015 году, где-то в феврале месяце, около 40 минут, заброшенный участок местности, бывший танковый полигон, недалеко от города Нинска, возле города Марина Горка, руководители компании Skyway Capital Евгений Кудряшов, Анатолий Дорчуницкий, Виктор Бабурин ходили и говорили, что вот здесь будет построен участок. Ну и, в принципе, все, что-то они задумывали, практически почти на сегодняшний день реализовано. Мы сегодня находимся уже на 13 этапе развития, на середине 13 этапа развития технологии Skyway. Выполнен огромный объем работ. Буквально кратко пробежимся, скажем так, потому что было создано, и перейдем к инвестиционной части нашего сегодняшнего вебинара. Итак, друзья, вот так предполагалось будет выглядеть Экотехнопарк. То есть, и началось строительство. В конце июля были проведены 15-го года первые изыскательские работы. Участок местности, кстати, площадью 36 гектаров мы получили, почти 36 гектаров. В июне 2015 года в июле начались, скажем так, первые работы. В августе началось строительство. И за это время был проделан большой объем работы в разных направлениях. Было получено порядка 80 различных сертификатов и патентов на технологию, для того, чтобы защитить интеллектуальную собственность. Причем патенты эти сертификаты выдавали из таких стран, как Канада, США, Австралия, Евросоюз, Япония, Китай, собственно, Белоруссия. За это время, начиная активно с 16-го года, с сентября, это первая выставка под названием «Минотранс-2016» в Берлин. Там были продемонстрированы, кстати, первые, скажем так, действующие транспортные модули. Это 14-местные лини-мусы, 2-местные лини-байк. Создание этих транспортных средств началось в конце февраля 2015 года. То есть, за короткий промежуток времени были продемонстрированы две модели транспортных средств, действующие, которые после этого мероприятия еще были на двух мероприятиях в Белоруссии, и потом уже в эко-технопарке они приступили, скажем так, к обкатке, к испытаниям и к сертификациям. Всего на сегодняшний день было порядка 20 крупных различных транспортных форумов в разных уголках земного шара. Это была Европа, это Юго-Восточная Азия, это Индия, это страны, скажем так, Аравийского полуострова. Одно, наверное, из последних мероприятий, очень важных в развитии нашего проекта, это Future City Show, которое прошло в 2018 году в Дубае, где технологию представлял Анатолий Дарович Ельницкий, как выяснилось. Потом был проделан огромный объем работы за кулисами данного мероприятия. И сегодня мы, помимо того, что я сказал, что начали строить эко-технопарк в 2015 году, сегодня мы приступили к строительству инновационного центра в Skyway на территории Эмирата Шарджа. Об этом еще будет, может быть, пару снимков, пару слов. Помимо того, что велась огромная работа на различных выставках и форумах, конечно же, развивалось производство. Если в июне 2015 года единственным сотрудником КБ и научно-производственного предприятия Skyway был Анатолий Дарович Ельницкий, как генеральный конструктор, то сегодня, как говорит наше руководство, там больше 800 человек, которые трудятся над реализацией нашей технологии. Есть собственные разработки. В первую очередь это касается целой линейки двигателей мотор-колеса, которые относятся к разной мощности, к различным транспортным средствам. Конечно же, это огромная работа, проделанная специалистами нашей компании в разных углаках земного шара, на различных крупных транспортных форумах, выставках, просто, скажем так, мероприятиях, которые затрагивали тему инфраструктурных проектов и транспорта в различных городах. То есть это была, опять же, фактически территория всего земного шара. Это была и Южная Америка, это была и Африка, это и Юго-Восточная Азия, Австралия, Европа. Большое количество различных делегаций, представляющих администрацию разного уровня, там целого ряда стран, научных кругов, дальше институтов, университетов с разных углаков земного шара, посетили территорию нашего производства, экотехнопарка, увидели воочию, что и все представляют технологии, давали свои позитивные отзывы. Конечно же, эта работа дала свои плоды и приблизила нас к тому, что мы имеем на сегодняшний день. Как я вам сказал, мы очень близки к тому, что технологии в ближайшее время уже будут реализовываться под целым ряду обеспеченных проектов. Ну и в первую очередь, конечно, это Админа Арабские Эмираты и еще целый ряд стран, где были предварительные договоренности о том, что мы будем строить там дороги. То есть это была Индия, Индонезия, и никто этого не отменял. Простите, знаешь, правда, когда чихает. Средства массовой информации. Когда мы только начинали, скажем так, свое движение по вебинарам, по презентациям нашего проекта, мы действительно очень долго говорили о средствах массовой информации, которые поделились информацией о том, что есть такая технология и так далее. Поначалу, кстати, пресса не сильно баловала развитие нашего проекта. Бывали отзывы, бывали негативные, позитивные было не очень много. Сейчас огромное количество средств массовой информации, даже вот сегодня, да, не успели мы выпустить ролик. В конце прошлой недели об использовании нашей технологии в портовой инфраструктуре, как сегодня уже в одном из интернет-изданий вышла информация как раз-таки на эту тематику. То есть вы видите, скажем так, издания, которые давали информацию о развитии проекта SkyWay, и практически каждую неделю, я так понимаю, там 7-10 и более средств массовой информации выкладывают статьи, это интернет-издания, это телевизионные различные передачи на различных телевизионных каналах, центральных и не только, да, это радиостанции и так далее, и так далее. То есть проект получил огромное количество позитивной прессы, и все это благодаря как раз-таки чему? Той модели, которой было выбрано народное финансирование, энергии людей, деньгам, обычных физических лиц, простых людей из разных глубоко земного шара. Компания о своем успешном развитии постоянно отчитывается перед своими инвесторами, это видеонавостей, видеонавостя, в новостях, которые размещаются у нас практически каждый день, да. Ну и плюс ко всему проводятся крупные мероприятия, такие как это фестиваль, где, по сути дела, это является не то что влобным местом, но отчетным местом, где компания показывает свои результаты. Помимо того, что люди получили возможность, начиная с 14-го года, становиться собственникой технологии, да, и в недалеком будущем получать доход от реализации технологий в разных глубоко земного шара, будучи инвестором данный проект, да, конечно же, еще немаловажный фактор морального удовлетворения, там, морального духовного удовольствия, того, что принимаешь участие в проекте, который меняет жизнь людей к лучшему. И вот было принято когда-то решение создать так называемые «звезды неба Skyway», те, кто успел стать совладельцем технологии, приобретить себе какое-то количество удалений. До апреля 2017 года их фамилии и имена размещены на потолке музея Skyway. Итак, все, что за сегодняшний день проделано и проделывается, да, это строительная работа, создание транспортных средств, инфраструктура необходимая, да, для создания и строительства демонстрационного центра, который был в Майорной Горке, а сегодня к этому присоединились и в Майорной Арабской Эмираты. Выставки, которые проходили в разных лугахах земного шара, участие в различных форумах, все это, скажем так, стало возможным благодаря тем людям, инвесторам, которые стали совладельцами данной технологии. И вы помните ролик, который он демонстрировал вначале, как выглядит технология в начале этого тысячелетия на подмосковном полигоне Возера, да. И вот у нас есть ролик, который демонстрирует, что я себя представляю технологию на сегодняшний день. И радостно за то, что 90, наверное, процентов видеоряда, который представлен в этом ролике, да, он показывает то, что создано на сегодняшний день на территории Экотехнопарка, и показаны наши транспортные средства, которые сегодня уже целый ряд из них прошло сертификацию. Поэтому я вам предлагаю посмотреть этот ролик, и дальше мы с вами уже будем говорить о том, что можно сделать еще на сегодняшний день, как стать совладельцем технологии, какие выгоды для любого человека сегодня предлагает компания SkyWayCat. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 На пяти видах путевой структуры были продемонстрированы и грузовой транспорт, и целая линейка городских транспортных средств от 48-местного юнибуса до суперлегкого юнивинда, отдельная путевая структура, которая была построена последней на сегодняшний день. Все это у нас есть в Экотехнопарке, и все это можно увидеть своими глазами. Сегодня мы с вами, как я вам говорю, приступили к строительству инновационного центра SkyWay на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и выглянуть он будет значительно, скажем так, совсем по-другому, чем то, что планировалось построить и построить на территории Экотехнопарка в Беларуси. Здесь уже вы видите, скажем так, гораздо большее количество капитальных зданий, крупных, да, и все это уже началось строиться, как сказал генеральный конструктор в своем интервью. После мероприятия Future City Show, которое проходило в Объединенных Арабских Эмиратах, да, то есть были заказаны, скажем так, элементы путевой структуры, было заказано создание эко-дома, под который сегодня уже готов фундамент. Да, и как говорил Анатолий Дарович, в апреле-июне будет что-то продемонстрировано, мы покажем, что из себя представляет скромный транспорт в тропическом исполнении на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Тоже вы наверняка увидели значительную разницу, да, между тем, что было в Беларуси построено, и то, что будет строиться на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Итак, друзья, то есть мы продвигаем технологию сегодня активно, мы близки к тому, чтобы технология была реализована, и буквально два слова. Многие из вас наверняка это уже слышали, где-то читали, да, сталкивались с тем, что инновации и инвестиции в нашей самой жизни человеческой идут рука об руку, да. И мы часто приводим на наших презентациях информацию о том, что когда-то развивались электронные вычислительные машины огромного размера, там, которые занимали несколько комнат и так далее. Нашлись люди, которые предложили идею создания персональных компьютеров, да. Те люди, которые поверили в эту технологию, которые вложили деньги, и было гораздо меньше, чем те, которые сказали, что это никому не нужно, они сегодня хорошо себя чувствуют с точки зрения финансов, да, то есть они обеспечили собственную жизнь и жизнь, скажем так, своих ближайших потомков на несколько поколений. То есть это люди-миллионеры, мультимиллионеры. Появилось огромное количество компаний, которые стали разрабатывать программное обеспечение подобным устройством. Появилась технология активной использования интернета. Вместе с ним пришло, скажем так, еще куча устройств, например, вот, да, в одном таком аппарате, я не считаю, что он не какой-то крутой, находятся сразу несколько устройств, которые лет 20-25 назад мы должны были иметь по раздельности. Это фотоаппарат, это радиоприемник, да, это, скажем так, магнитофон, который нам проигрывал какие-то записи, либо проигрывал килограмм пластинок и так далее. Это, в конце концов, телефон. И все это располагается в маленькой таблекте, там, размером с ладошкой. И все это пришло потому, что когда-то несколько молодых людей приняли решение развиваться в этом направлении. И сегодня многие миллиарды долларов крутятся в этой индустрии. И те, кто тогда остался владельцем технологий данной, да, инвестировал в свои денежные средства, сегодня хорошо себя чувствуют. Развитие тех железных дорог. То есть когда-то они предполагались только для того, чтобы перевозить грузы такие, как сыпучие, там, типа угли, там, щебенки и так далее. Сейчас по железным дорогам переводится огромный объем, действительно, грузов, но и переводятся пассажиры. Когда-то, скажем так, это считалось невозможным, но те люди, которые поверили в развитие пассажирского железнодорожного транспорта, да, стали строить вокзалы, создавать локомотивы, там, вагоны и так далее. Сегодня, опять же, их потомки чувствуют себя очень хорошо с точки зрения финансов. История Карла Бенца, который был практически банкротом в момент изобретения своего двигателя внутреннего сгорания. Благо нашлись люди, у которых были деньги, помогли развить эту идею. Сегодня огромное количество автомобилей Mercedes-Benz бегает по миру. Развитие авиации. То есть братья Райт продемонстрировали свой параплан, но не они развили, скажем так, рынок авиации, а господин Боинг, который увидел в этой идее перспективу. И сегодня огромная часть авиационного рынка принадлежит компании Боинг. И его потомки очень хорошо себя чувствуют. Компания Skyway сегодня выводит на рынок новую инновационную технологию, как говорит Анатолий Дарчевницкий, отраслеобразующую технологию. То есть это отдельно, по сути дела, отрасль. Это создание линейных городов, это создание новых видов транспорта, да, второго уровня. Компания у нас, как я вам сказал, с 2014 года активно развивается на территории Республики Беларусь. Там у нас находится предприятие ЗАО «Струнные технологии», специалисты которого и разрабатывают, скажем так, транспортные средства, элементы путевой структуры, разрабатывают те ноу-хау, которые использованы сегодня в технологии, да. Компания, признанная компания, является членом Союза строителей Республики Беларусь. Компания является членом торгово-промышленной палаты Республики Беларусь, да. Есть всего ряд сертификатов, позволяющих вести работу от создания технической документации, проектной документации до конечной реализации. То есть у нас, как я говорил, более 800 человек на сегодняшний день. Это было сказано на новогоднем поздравлении по окончанию 2018 года. Ну и порядка там более 350 тысяч инвесторов, более чем из 200 стран. То есть мы имеем на сегодняшний день проект, который, я вот говорил про технологии интернета, про технологии персональных компьютеров, технологии, которая гораздо быстрее войдет в нашу с вами жизнь. То есть это не мои слова, это слова тех людей, которые были на наших выставочных стендах на крупных различных форумах, да. И данная технология, она решит вот те самые проблемы в транспортном отрасли, о которых мы с вами начинали говорить сегодня на нашем вебинаре. То есть вы сегодня прикоснулись, ну, тут написано в будущем. Это нельзя, наверное, совсем сказать, будущее, это уже настоящее. То есть технология сегодня, как я говорил, строится уже в инновационном центре Угненных Арабских Эмиратов, как сказал Анатолий Дарчунинский. Существует уже не один десяток проектов на территории как самих эмиратов, так и всего Аравийского полуострова на реализацию технологии. Большая есть потребность в создании городского транспорта в целом ряде городов региона, да. И как было в конце 2018 года отмечено, что, по сути дела, создается новый вид городского транспорта Skyway и Skyports. Это в Дубае, да, было на мероприятии, это было, скажем так, сказано, на мероприятии на крупном международном правительственном форуме, который проходил в Угненных Арабских Эмиратов в феврале этого года, где технология была с успехом продемонстрирована руководством Угненных Арабских Эмиратов. И данная концепция вошла в транспортную концепцию развития Эмирата в целом и Дубая в частности. 19% бюджета на развитие Дубая на 2019 год – это развитие транспортной инфраструктуры, частью которой является технология под названием Skyway. Итак, друзья, то есть это, если говорить о технологии, да, то есть были разные моменты в истории развития транспорта Skyway, да, то есть были взлеты, были падения. Ну и если говорить с точки зрения инвестиций в технологию Skyway, да, то с недавнего времени, как я вам сказал, что первые инвестиции пришли в 2014 году, были созданы фонды, одним из которых является фонд Skyway Capital, который является платформой для привлечения денежных средств в цель реализации проекта Skyway. Первая презентация данного фонда состоялась 24 февраля 2015 года, который, как сейчас я помню, сидел в офисе, нашем офисе, который был у нас возле метро «Спартак», да, то есть мы тогда многого не знали, как это будет проходить. Все ли было гладко? Наверное, нет, потому что любой проект, любой проект рождается где-то через боль, как и люди, кстати, да, то есть ни одна, наверное, женщина не родила ребенка, не испытывая при этом боль. То же самое происходило и с проектом компании Skyway Capital. Сейчас мы имеем серьезную платформу для привлечения инвестиций, для того, чтобы разобраться в том, как вы можете стать инвестором в наш проект, какие выгоды вы можете получить. Достаточно просто зайти на сайт Skyway Capital, нажать кнопочку «Регистрация», и в итоге после регистрации получить, по сути дела, полный набор инструментов для того, чтобы успешно стать как инвестором в развитии нашего проекта, так и, скажем, еще и стать активным партнером по привлечению инвестиций, и при этом заработать денег. То есть все необходимое, как я вам сказал, есть на платформе в личном кабинете Skyway Capital. Для того, чтобы успешно развиваться в нашем проекте, посредством, например, программы «Лояльность», я буквально два слова чуть позже скажу, что хотелось бы отметить. То есть, рассказывая о возможностях развития нашего проекта, вы можете найти на целом ряде событий, то есть у нас есть раздел «События» на странице сайта, у нас есть раздел «События» в личном кабинете, и там можно посетить как... Вот у нас этот раздел. Живые презентации, которые у нас проходят в целом ряде городов и стран на разных языках, так и принять участие в целом ряде вебинаров, которые тоже проходят на целом ряде европейских языков, начиная, скажем так, с русского и заканчивая словацким, вьетнамским языком, то есть для региона Вьетнам, который активно развивается. Что хотелось бы еще отметить. Я говорил в процессе сегодняшнего вебинара, то что мы сегодня находимся на середине 13-го этапа развития технологий, привлечения инвестиций. Начиналось все когда-то с дисконта, который составлял несколько тысяч раз, то есть там первые люди, которые вместировали все денежные средства, это один к трех тысячам, если не ошибаюсь, да, прям с половиной тысячам. Сегодня уровень доходности, либо дисконт составляет от одного к пятнадцати раз, до одного к шестидесяти пяти, в зависимости от тех пакетов, которые вы выбираете. У нас, скажем так, маркетинговая политика такова, что есть возможность инвестировать, например, сразу приобретать какие-либо пакеты дали, то есть разовый платеж делать, да, начиная с суммы довольно демократичной, 15 долларов в США. Да, вы на 15 долларов много долей не купите, сегодня дисконт здесь 15, и вы получите 225 долей, да, мы стремимся к тому, чтобы номинал отдельной доли, помните, мы говорили, стоял один доллар, прийти в итоге к тому, чтобы каждая доля реально составляла такую ценность, и много людей, которые выбирают пакет 15, стоимостью 15 долларов, как правило, приходят присмотреться. А что это, а как это, да, они обманут ли меня, и что произойдет, и все эти 15 долларов вложу, и прочее, прочее. Впоследствии, как правило, большинство людей понимают, что чем большее количество долей к моменту, скажем так, завершения привлечения инвестиций в корневую технологию, и непосредственно в технологию, да, по окончанию 15 этапа, когда будет завершено привлечение инвестиций, да, то есть, чем большее количество долей у вас будет на руках, вы станете владельцем, тем больше уровень доходов в будущем у вас потенциально может быть, да, то есть, как вы знаете, по инвестиционному меморандуму группы компаний Skyway, 20% от прибыли компании в дальнейшем будет распределяться между теми людьми, которые стали собственниками технологии на ранних этапах развития. Это как раз-таки в течение вот этих 15 этапов. Мы сегодня находимся на 13 этапе, я еще раз повторю, то есть, сегодня выгодное время для того, чтобы вложить свои денежные средства, и вы увидите уровень доходности, который есть по каждому пакету, от 15 до 65, здесь на слайд поместилось, скажем так, до 50. У нас есть различные инвестиционные стратегии, потому что, как я сказал, вы можете приобрести разовый пакет, вы можете выбирать либо специальное предложение, то есть это повышение дисконта от приобретения последующего пакета, например, на Иматрансе, да, либо есть пакеты долей, которые вы можете приобретать во срочку. То есть вы в течение там 10 месяцев имеете возможность оплачивать пакет, да, делать незначительные инвестиции ежемесячные, в итоге получать солидный пакет долей. Есть пакеты на несовершеннолетних детей, то есть вы можете частично, скажем так, обеспечить будущее своих детей и внуков, приобретая пакеты малыш либо студент. И партнерская программа, то есть любому человеку, который сегодня приходит в проект компании Skyway Capital, да, предоставляется возможность сегодня получать, создавать источник дохода от тех инвестиций, которые вы помогаете нам привлекать в проект. Есть определенный маркетинг-план, который у нас подробно расписывается в разделе «Партнеры личного кабинета», да, то есть там рассматривается каждая из шести квалификаций, которые есть на сегодняшний день. И вы можете, скажем так, кто-то более активный, кто-то менее активный, вы можете это ничего не делать, да, то есть просто стать инвестором в наш проект и ждать, когда вы будете получать доход по тем пакетам долей, которые приобрели. Но вы можете, если вы, скажем, человек небезразличный, если человек неравнодушный, если вам нравится, вы разберетесь, если вам понравится возможность получения дохода уже сегодня, вы можете активно создавать бизнес по партнерской программе. Причем посредством интернета, да, наш проект развивается, и инвестиции у нас проходят через интернет, через наш личный кабинет. Вы можете создать международный бизнес. Вот. И кто-то быстрее, как я сказал, кто-то медленнее продвигаться к высшей ступеньке нашего маркетинг-плана. Его основное преимущество – то, что он накопительный. Все, что делаете вы, все, что делают ваши партнеры, все идет вам в копилку, и вы, скажем так, растете в одностороннем порядке в направлении следующей квалификации. Основные достоинства и преимущества маркетинг-плана вы можете найти внутри нашего личного кабинета. Там они прописаны. Можно скачать, скажем так, презентацию маркетинг-плана и ознакомиться с ним более подробно. То есть мы сегодня, как я вам говорил, находимся на середине 13-го этапа. Мы, скажем так, недалек тот час, когда 13-й этап закончится. И те возможности, которые сегодня представлены в личном кабинете Skyway Crypto, они сегодня самые выгодные. То есть есть огромное количество людей, которые слышали о нас давно, которые все никак не решаются инвестировать и ждут, скажем так, более выгодного момента. Но, поверьте, с переходом с этапа на этап, с подэтапа, который у нас есть на 13-м этапе, уровень доходности либо дисконс снижается. Соответственно, за те же деньги вы сможете приобрести гораздо меньшее количество долей. То есть есть люди, которые годами следят за развитием нашего проекта, но и до сих пор не сделали какого-то шага. Это их право. Никто никого не может заставить. Я не буду здесь, скажем так, подымать хорубь, размахивать флагом и доказывать, что если вы, скажем, не придете и не станете нашим партнером, то жизнь у вас закончилась. Ни в коем случае. То есть каждый принимает решение самостоятельно. Важно, если вы разберетесь в информации, которая кратко была дана на сегодняшнем вебинаре, зайдете, зарегистрируетесь в личном кабинете, почитаете информацию, посмотрите видеоролики, просмотрите, скажем так, хронологию развития событий нашего проекта, начиная с 2014 года, когда практически не было ничего. Даже историю развития той же компании Skyway Capital нашего фонда. Потому что действительно, когда мы только начинали, у нас там была одна платежная система, благодаря которой люди могли инвестировать в наш проект. Сегодня у вас есть на выбор там один десяток этих платежных систем. Вы можете, скажем так, инвестировать через криптовалюту, которая стала модной на сегодняшний день. И большое количество людей у нас, я знаю, приходит из рынка криптовалют, которые вкладывают там какую-то часть биткоина для того, чтобы стать совладельцем нашей технологией. Все это вы можете найти внутри личного кабинета. Активное развитие проекта компании Skyway Capital получил, наверное, где-то с конца 2016 года. То есть, если до этого развивался в основном рынок СНГ, то потом пошла Западная Европа. Сейчас у нас активно идет развитие Юго-Азиатского региона, Вьетнам в первую очередь. У нас сейчас рынок, мы выходим на рынок Африки, и такие страны, как Нигерия, Кодиуар, в них проходили уже конференции партнерские. И в ближайшее время, кстати, будет в марте месяца три конференции в Нигерии, где будет представляться и бизнес, и сама технология. То есть, будет речь идти о возможности для представителей, например, страны Нигерии, стать участником нашего проекта как инвестором, заработать денег по партнерской программе. Так и, скажем, создание адресных проектов на территории Африканского континента. То есть, это все происходит сейчас, да, это все происходит в данный момент. И движение идет очень активно. Поэтому, действительно, за четыре года развития, например, компании Skyway Capital, огромное количество людей, там, зевак, специалистов и неспециалистов ждали, кто-то, скажем так, злорадствовал, что вот не пройдет еще и месяц, и все закончится, никакой технологии у вас не будет и так далее. Друзья, сегодня мы пришли к тому, что мы пришли. У нас есть экотехнопарк на территории Республики Беларусь, где продолжают вестись испытания транспортных средств, улучшения различные и так далее, и так далее. Мы сегодня строимся в Агненных Арабских Эмиратах. Поэтому решайте сами. То есть, проект активно развивается. Как говорится в новостях о нашей главной компании, огромное количество специалистов, работавших на территории Беларуси, уже практически не вылазит с территории Агненных Арабских Эмиратов. То есть, когда и сколько инвестируют, решать вам. Но выгоднее момента, чем сейчас, уже не будет. Это вот то, что я могу сказать. Сейчас я хотел бы приступить к той части нашего вебинара, которая называется «Вопросы-ответы». Если у вас есть такие, напишите здесь в чате нашего вебинара в Мирополисе. И я еще посмотрю, скажем так, то, что у нас прошло по соцсетям. По трансляциях в интернете. Их как же долго мы ждем эту примечательную транспортную систему. Дождемся ли? Антонина, ну я думаю дождемся, потому что смотрите сами. Четыре года назад не было ничего. В 15-м году мы приступили к строительству технопарка в Минске. Сегодня мы его практически достроили. Сегодня мы строим в Абдино-Арабских Эмиратах. Поэтому на месте ничто не стоит. Технологии реализуются. Я не говорю, что нужно просто сидеть и дожидаться. Вы можете, как я вам рассказывал, двигаться в рамках партнерской программы. Давайте информацию людям. Чем больше людей придет, и опять же не с точки зрения какого-то зазывала или чего-то еще, тем больше денег придет в проект, тем быстрее мы его реализуем. Опять же, вот нам действительно продолжают задавать вопросы по поводу токенов, белой бумаги и так далее. Коллеги, ну что я могу сказать? Давайте дождемся того, когда это будет реализовано, когда, скажем так, будет подготовлена вся база. И опять же, я могу только сказать следующее. Рынок криптовалют. Сложно ли? Да, потому что он молодой. Он до конца не изучен. За счет чего растет криптовалюта, падает там и так далее, и так далее. Готовится блокчейн-платформа. И блокчейн-платформа – это не только просто, скажем так, токены криптовалюты. Это еще, скажем так, используют технологии блокчейна вообще в развитии нашего проекта. Все транзакции, информация и так далее, и так далее, и так далее. Все это будет завязано в одной системе. Почему ни одна страна не начала в каком-либо городе строить по вашим технологиям? Давайте, Иван, я вам отвечу так. Смотрите, в Эмиратах мы начали строить инновационный центр. И это часть связанных проектов, как мы уже говорили, на государственные заказы строительства трассы в Дненных Арабских Эмиратах. Мы получили поддержку руководства Эмирата Дубаев, мы получили поддержку руководства Эмирата Шарджа, да. То есть об этом есть в новостях. Пройдите, пожалуйста, на месяц назад отлесните, посмотрите эти видео и так далее. То есть мы строимся там. Поэтому у нас технология активно развивается, да. Есть рабочая модель протестирована на реальных условиях на расстоянии. Нет, пока расстояние 100 и 500 километров мы не тестировали. Это вопрос по рабочую модель, которая протестирована на расстоянии 100-500 километров. Участки, которые выделены в Эмиратах у нас, это 1-2,5 километра, где будет продемонстрирован городской грузовой транспорт, да. И там выделен участок 25 километров и с продлением до 60, где будет продемонстрирована скорость до 500-600 километров. Это будет в Эмирате, в другом Эмирате, в каком Анатолий Дорочевницкий, возможно, в ближайшее время нам об этом расскажет. Про обучающий семинар в Москве задали вопрос. 30-31 марта, смотрите, вся информация есть внутри личного кабинета. Вы можете зайти на страницу событий в личном кабинете и прочитать, о чем будет идти речь на данном мероприятии. Будет это проходить в комплексе Измайлова. Стоимость 35 долларов, 2 дня, 30-31 марта. Есть возможность, скажем так, проживания непосредственно в гостинице Альфа, там для людей, которые будут использовать промокод Skyway, там, по-моему, до 40% снижения стоимости номера. Просто вы не написали, что у вас конкретно, скажем так, интересует по мероприятию 30-31 марта. Основное я вам положение сказал, остальное вы можете прочитать внутри личного кабинета. Есть ли риск от вложения в компанию? Вы знаете, проект у нас не перестал быть венчурным, поэтому риск он есть всегда. В любом деле есть риск. Даже в том, что я выхожу из дома, иду пешком, например, до электрический, сажусь в транспорт и так далее. Рискую ли о чем-нибудь? Да все время. Что касаемо развития финансовых каких-либо проектов и так далее, инновационной технологии, он есть тоже всегда. Риск никто не отменял, но вы знаете, что Родион, он сегодня на несколько порядков ниже, чем то, что было в 2014 году. Когда нам нечего было показать, нечего было продемонстрировать, сегодня у нас есть и свой центр сертификации стандартизации в Беларуси, у нас есть целый ряд транспортных средств, разрабатываются транспортные средства в тропическом варианте. Мы сегодня строим центр инновационный в Эмирате Шарджа, в Объединенных Арабских Эмиратах. Поэтому риск значительно ниже, чем то, что было несколько лет назад. Так, есть ли у нас что-то еще в социальных сетях? Не вижу. Есть еще какие-то вопросы, коллеги? Крипто-платформы, я думаю, мы дождемся. Технологии реализуются, поэтому мы все ближе-ближе к тому моменту, когда начнем получать первые. Даты вам, конечно, никто не скажет, месяц тоже, наверное, назовешь, но тем не менее. Ничего, Олег, вот вы задаете вопрос, что известно о реакции Элона Маска на открытое письмо Унисского? Был ли ответ и так далее? У меня данной информации нет, я думаю, если он ответит и реально придет ответ непосредственно Анатолию Даровичу Унисскому, то этот ответ будет размещен на наших информационных ресурсах. Когда примерно переход на 14 этап, ну, не люблю быть арабовым, да, но у нас, как предполагается, минимум 3, наверное, под этапа на 13 этапе. Когда будут, скажем так, привлечено необходимое количество средств, а так подразумеваю, выполнена работа, которая необходимо выполнить на 13 этапе, мы перейдем на 14. Как это было в предыдущие, скажем так, переходы с этапа на этап. По поводу стройки в Москве я пока вам ничего не могу сказать, потому что вы, наверное, следите за новостями на РСВ, в компании Skyway Capital, да, у нас нигде не проскакивает то, что мы начинаем строиться в Москве. Поэтому, как бы так, я нигде не видел, ни на сайте СВТФБА, да, то есть корневой компании, что технология Skyway сейчас вот начнет прямо уже вот-вот использоваться, и мы начинаем строить в Москве. Этой информации нет, как только появится, если мы реально будем осуществлять какое-то движение в этом направлении, вы об этом узнаете. Я по Москве, то, что мы делаем здесь уже стройку, не слышу. То, что технология была представлена пару-тройку раз, да, может даже больше, что мы не все знаем, переговоры, возможно, ведутся, уже на протяжении нескольких лет. Тогда будет результат, тогда мы будем об этом знать. Итак, коллеги, есть ли еще какие-то вопросы? Так, друзья, если вопросов больше нет, тогда мы, наверное, сделаем следующее. Я вас поблагодарю за то, что были сегодня в вебинаре. Всех женщин, кто, скажем так, не было на предыдущем, поздравляю с прошедшим праздником наступления все-таки весны, может быть, скажем так, не за окном, потому что у нас есть снег, холодно, но весны в душе, и пусть она, скажем, никогда не заканчивается. Спасибо вам за внимание. Здоровьем, любви и денег, успешным в развитии бизнеса, вместе с компанией Skyway Capital, успешным в развитии технологий. Вот, и пусть, скажем, в тот момент, когда мы начнем с вами получать первые доходы, приближается семи мильными прыжками, да, а не шагами. Спасибо. Спасибо.